Мы продолжаем в нашем сквере мира подводить итоги ушедшего года и, конечно, одно из знаковых событий. То, что, ну, может быть, благодаря или вопреки чемпионату мира по футболу как-то отошло на второй план, но этот год увидел совершенно уникальное издание, к которому Вячеслав имел самое непосредственное отношение. Вот этот потрясающий журнал, посвященный юбилею Вячеслава Ильичука, нашей легенды. Вообще, сегодняшнюю передачу вот решила заглавить так, это «Короли и рыцари футбола». Поговорим о рыцарях, поговорим о королях. Вообще, давай с идеей, да, вот, как родилась эта идея, сделать такой журнал? Около года назад мне позвонил человек, работающий в издательстве «Оптимум» много лет. И являющийся другом нашего ветерана и легенды одесского футбола и одесского черноморца в частности, ну, конкретно, Вячеслава Ильичука. Да, и предложил к его юбилею, который был в декабре, предложил сделать журнал, не журнал, а сначала была идея... Все начиналось с маленького буклетика, да? Газету предложил сделать, я сказал, что как-то негоже, что газета вообще как однодневка, а тут на юбилей надо что-то поинтереснее, предложил... Кстати, я хотел бы остановиться сразу на оборот обложки первой, да, вот это уникальные вот эти программки, это же все из вашей коллекции? Да, это все из моей коллекции. Я так издателю предложил сделать одну из страниц обложки из программок старых черноморца, причем того периода, когда играл за черноморец Вячеслав Ильичук. Ну и продолжая тему, как эта идея рождалась, то я не одобрил, не поддержал идею насчет газеты, предложил буклет, ну небольшой, там 4 или 8 страниц, но потом решили сделать журнал. Думали, что... Просто количество материалов, оно само подсказало, да, что нужно увеличивать. Думали, что на 4-8 страниц журнальчик, но когда я заглянул в свой архив, увидел, сколько у меня того времени фотографий, сколько у меня программок и разных газетных публикаций про Ильичука, я решил сделать, чтобы было побольше, но не думал, что оно займет аж 58 страниц. Но все было одобрено издателем и друзьями Ильичука, которые, я так понимаю, все это взяли на свои плечи. Вот. Лично я работал, ну, может, сейчас покажусь кому-то странным, я работал без единого гроша, просто из-за любви к футболу, из-за уважения к Вячеславу Ильичуку, человеку, который для меня ассоциируется с моим детством, подростковым возрастом. Уникальные исторические фотографии, то есть всех этих людей мы знаем, но у нас Эдик Лучин, который, ну, там, пару лет назад приезжал в Одессу, тоже делали с ним передачу, тут же Саша Арбит, который работает на телевидении в Нью-Йорке, господи, Губарь здесь, тут, конечно, собраны просто букеты. Что интересно, что можно навести на QR-код и переместиться на все телевизионные передачи, которые проходили с участием Вячеслава Ильичука за все его время. И этот журнал точно не имеет аналогов. Кстати, вот я узнаю вот эту передачу. Это, кстати, по-моему, был Эдик Лучин, да, был Лещук. Ни одна передача и с вашим участием здесь, и с участием Лещука. Так что, конечно, над этим журналом пришлось серьезно попыхтеть. Целых полгода он ждал своего выхода. Ну, он бы, конечно, вышел бы быстрее, просто что в условиях войны не всегда есть время, не всегда есть возможность. И поэтому так задержалась. Но, я скажу, все это делалось в тайне от Вячеслава Михайловича в тайне. И решили собрать всех друзей в августе месяце, всех друзей Лещука, пригласили его. И только там он узнал об этом журнале, и, конечно, был приятно удивлен. Ну, даже расчувствовался немного. Он приходил с супругой, и они оба были очень довольны, удивлены. И приятно им было, что такие все вехи его карьеры здесь все были показаны. Даже его матчи за сборную Советского Союза, когда он играл в Киеве против Аргентины, и когда он играл потом в ГДР против местной сборной за вторую сборную Советского Союза, тоже здесь нашли отражение в виде иллюстраций. Ну, он еще три матча за сборную провел, помимо этих двух названных. Ну, и вот в 33 лучших он попадал по итогам сезона. И все это мы тут решили разместить, чтобы болельщики, да и сам Вячеслав Михайлович, могли когда-то листать этот журнал, вспоминать, ностальгировать. Вообще, конечно, говорить о нем. Я вчера ему звонил, я вот хотел так, ну, сюрпризно его просто пригласить сюда тоже. Вот, ну, к сожалению, он сейчас не в Одессе, он за пределами города, но он обещал, как только он вернется в Одессу, он тут же наберет. Да, собственно, и встречал его возле стадиона, вот на последних матчах уходящего сезона, вот, виделись мы на стадионе, так что мы его сюда обязательно затянем. Вот, дело в том, что уникальность его футбольной судьбы, что помимо того, что действительно просто так игрок не становится капитаном, просто так игрок не попадает в сборную Украины, не попадает в этот перечень лучших футболистов, то есть он показывал потрясающую статистику. Просто так человек не становится начальником команды и потом президентом клуба. Вот, я не знаю, а если вторая такая похожая судьба кого-то из футболистов, по-моему, нет. По-моему, он в этом отношении уникален. Юрий Заболотный. А, Заболотный, да. Да, тут даже, как говорится, и вспоминать не нужно. Но это те легендарные личности Одессы, нашего футбола, которые будут все болельщики помнить, болельщики со стажем, я надеюсь, молодое поколение, много-много лет. Вячеслав Лищук большую часть своей карьеры провел в Черноморце и был верен клубу и рано повесив бутсы на гвозди за травмы, с удовольствием откликнулся на предложение Виктора Прокопенко, тогда бывшего старшим тренером Черноморца, войти в его штаб. Ну, а потом, когда уже пошла мода на переход футбольных клубов на хозрасчет, и Черноморец тоже уже в этом направлении двигался, Вячеслав Лищук стал президентом клуба, а еще уже в 2000-х годах, когда этот век набирал обороты, его еще раз попросили поработать в Черноморце в клубной структуре. Он, насколько я знаю, уже отошел от футбольных дел, но не мог отказать своим старым товарищам, одноклубникам, и некоторое время, по-моему, или три месяца, или где-то около полгода поработал в этой должности. Ну, потом он ушел, потому что в Черноморце уже не лучшие времена наступали на тот период. Ну, а сейчас он всегда востребован во всех футбольных тусовках, все его любят, помнят, уважают. И сколько было поздравлений ему и на юбилей, и каждый год, и на Новый год. И столько, вы не представляете, было запросов у меня на этот журнал, что, наверное, надо было не 100 штук выпускать, а, наверное, 200, как минимум. Потому что из одной только Америки мне... Причем 200 не в единицах, а в тысячах. Я думаю так, потому что, действительно, ну, это уникально, это раритет. Я так понимаю, что и мне даже поклянщить, так сказать, на память не получится, потому что это последний авторский экземпляр, который, собственно, остался, да, разлетелось вообще по континентам земного шара. Да, я только в Америку должен был штук 10 отправить или 12. Это только тем людям, которых я знаю. А еще сколько желающих нашлось бы, если просто узнали бы, что вышел этот журнал. Я вот о чем хотел бы поговорить, Илья Слава. Вот работа вот такая, ну, в общем, она часть и спонтанная, да, вот родилась идея, вот надо поздравить юбиляра, ну, давайте газету, газета, буклет, буклет, журнал, журнал, может, потом перейдет в книгу еще, посмотрите. Ну, это все зависит от Вячеслава Михайловича, потому что сколько раз я просил его вспомнить о своих вехах истории, дать интервью, хотя бы интервью для сайта, но он пока скромничает. Ну, надеюсь, что он потом на основании увиденного на страницах журнала, наверное, захочет такое же увидеть в виде книги. Ну, надеюсь, во всяком случае. Ну, и зная вот эту настойчивость из подволь Кульчинского, который все, он не отстанет, я знаю, что это интервью состоится. И нет, я просто к тому, что вот эта работа с собственными архивами, да, иногда вот перелистывай, да, вот какие-то архивные материалы, смеешь, о, подожди, а вот это было, и вот это, и вот это. То есть я так понимаю, что вот эта работа, она подвинет обязательно, я не требую ответа на этот вопрос, она обязательно подвинет к какой-то новой работе, к какой-то новой систематизации того накопленного, потому что действительно все вот это накопленное, оно не может просто лежать как-то архивными, там, разовыми воспоминаниями. Это должно находить свое выражение, обязательно найдет, и в нашей сквере мы будем об этом обязательно рассказывать. Я скажу, что благодаря своей коллекции, этому архиву, я перелистываю старые программки, или справочники, или вырезки, или еще что-то, связанное с черноморцем, с футболом разных лет. Вот, выдаю потом какие-то публикации, которые переносят болельщиков в те успешные, славные времена, и стараюсь писать то, что раньше не писалось, потому что в советские, например, времена очень многое утаивалось, замалчивалось. Ну, а сейчас уже как бы ветеранам терять нечего, могут рассказать и про договорные матчи, и про какие-то подводные течения, и про скандалы в клубе. Ну, я не хочу сказать, что я на желтую прессу работаю, но просто, что сейчас очень много интересного можно узнать уже задним числом. Ну, и поэтому стараюсь в этом направлении работать, и благодаря своему архиву многое всплывает в памяти, и многое является катализатором креатива. Ну, это самое главное, почему сегодня существуют коллекционеры, которые собирают все, и значочки, и старые программки, и так далее, что потом со временем, с годами это все превращается действительно в уникальные вещи, которые связывают нас вот с историческим прошлым. Не могу отдельно не поговорить о том, что вот на днях буквально мировая футбольная общественность, вообще весь мир простился с корлем футбола Пеле. Конечно, это эпоха, это потрясающая совершенно эпоха футбола, и то, что действительно это, ну, это король футбола, и тут не прибывает ни убая, действительно уникальный футболист. Вот, покажем несколько вот таких фрагментов, вот параллели, проведенные между футболом современным, ну, более современным, так сказать, обозримым, новые поколения Булечского, они, может быть, даже и не помнят тех игр, которые мы все-таки видели в кинохрониках и так далее, как играл Пеле. Вот, найдем параллели между тем, что футбол, в принципе, развивался и технически оснащался во многом благодаря Пеле, потому что многие стремились из игроков стать такими похожими на него, и, собственно, вот, благодаря Пеле, собственно, футбол получил такую, я считаю, просто гигантскую палитру игроков. Но вспоминать Пеле, Горинчу, Диди, Вова, вот ту эпоху, конечно, это был, ну, просто сказочный футбол. Сборная Бразилии, вообще, сама Бразилия, это, я считаю, ну, это благодатная почва для взращивания талантов футбольных. И, наверное, нет уже сейчас на планете Земля такой страны, даже маленького княжества какого-нибудь, где бы не играл бразильский легионер, если не сейчас, то в прошлом. Ну, если, может, и осталась какая-то такая страна, то, я думаю, что в ближайшем будущем точно ступит нога бразильского футболиста туда, где-нибудь, может, там, ну, на фарерах, может, еще не играл, там, или еще где-то, но, я думаю, что, или в Антарктиде, но, я думаю, что это произойдет, вот, они утеплятся, оденут шубу, валенки, выйдут, будут набивать мяч на льду, вот, то есть это футболисты, которых просто настолько много, что их на весь мир хватает, и все по-своему талантливые. Если взять сборную Бразилии, то сейчас можно было бы, мы уже как-то с вами говорили, три сборных, и приблизительно равноценных создать, и каждая из них бы успешно играла бы. Ну, понятно, что нынешняя сборная оступилась, я бы сказал, где-то за счет нефарта, или какого-то там стечения обстоятельств, и не вошла в финал, но многие прочили в финале играть. А Пелея это настолько легендарная личность, что по сравнению с тем, кто из таких масштабных личностей мира подвел черту под эпохой, то я бы, наверное, вспомнил бы папу римского Иоанна Павла II, потому что, наверное, такого масштаба личности в мире и не было. И, конечно, после Пелея был период, когда короля футбола нового ждали очень долгое. Кто-то считал таковым Марадону, кто-то считал таковым, ну, может, Зидана. Ну, сейчас у нас Роналду и Месси, как главные короли футбола, ну, скажем так, не коронованные, потому что Пелея был первым, кого назвали королем. И потому что все-таки это масштаб, масштаб Пелея, он намного значимый. Пусть не обижаются вот эти футболисты, имена которых вы перечислили, да, действительно, они тоже топовые, знаковые футболисты. Но все-таки Пелея, это было настолько громадина, это было вот вообще вот тот футбол. Вот, ну, кстати, я хочу обратить ваше внимание, вот мы в приложении, в нашем текстовом приложении, там есть ссылочка на документальный фильм о Пеле, называется он «Это Пеле». Посмотрите, там вот нарезочка этих игр, причем с совершенно потрясающим латиноамериканским комментарием. Там, конечно, комментаторы вообще темпераментные такие, но они действительно, они отражали то, что тот темперамент, который происходил на футбольном поле, вот что важно. А вот это плеяда звезд, конечно, Пелея, Горинча, просто это кудесники мяча, это действительно, это вот, да, действительно, это идолы, которым поклоняются многие поколения Борисов. Я словил себя недавно на мысе, что я родился в том году, когда Пелея уже завоевывал мировую известность и играл на чемпионатах мира, уже был известной личностью, выигрывал звание чемпиона мира. И еще я успел в детском возрасте застать Пелея как игрока, но, к сожалению, советское телевидение тогда не транслировало матчи с участием американского космоса, за который Пелея играл. Но фрагменты я видел. Но помню, когда я в подростковом возрасте, будучи школьником, увидел на Дерибасовской, в кинотеатре Маяковского, афишу «Это Пеле». И я просто не мог дождаться, когда наступит тот момент, когда я зайду в кинотеатр с билетом, сяду на свое место и буду смотреть и наслаждаться. И это произошло, и я под сильнейшим впечатлением вышел из кинотеатра, и до сих пор некоторые фрагменты фильма из его действий на поле стоят перед глазами. Потом уже сейчас многие в Ютубе выкладывают его шедевры, техники, и наслаждаются и радуются, что есть такая возможность хоть задним числом все это увидеть. Но есть в моей коллекции книга о Пелея. К сожалению, автограф там не настоящий, а типографский. Но я ее читал еще лет 20, наверное, если не больше назад. И сейчас он недавно искал в архиве очередные какие-то нужные мне материалы, и наткнулся на эту книгу. И уже зная о смерти Пелея, но до похорон его. И знаете, как-то так взгрустнулась, держа эту книгу в руке. И как-то так за несколько секунд все из футбольной жизни в глазах пролетело, включая звезд футбола. Да, действительно, вот защемило после ухода действительно Пелея. И понимаешь, что никуда не денешься. Это история, эпохи уходят, на смену приходят новые. И вот после этого чемпионата мира, который не так давно завершился, и который мы тоже обсуждали в наших передачах. Действительно, это новый шаг. И мы ждем, буквально скоро на днях наш Черноморец улетит на сборы в Турцию. Вот сборы будут, а значит дальше будет новый сезон, будем его ждать. Но самое главное, нам дождаться победы. Будет победа, будет чемпионат мира, будет продолжаться футбол. Спасибо огромное, Вячеслав. Все буду Украином, обязательно победим. Субтитры создавал DimaTorzok